В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы. Вот некоторые темы выпуска. Губернатор провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Лыжник из Рязанской области стал двукратным чемпионом мира по палеотлону и россияне по-прежнему жалеют о развале Советского Союза. Согласованно, оперативно и качественно. Так охарактеризовал решение вопросов обеспечения правопорядка в регионе губернатор Олег Ковалев. Накануне он провел координационное совещание, темой которого стали результаты работы правоохранительных органов региона по профилактике и пресечению различных нарушений. Основной темой совещания стали результаты работы структурных подразделений правительства региона, правоохранительных органов по профилактике и пресечению различных нарушений в 2015 году, а также были обозначены задачи на перспективу. Открывая мероприятие, Олег Ковалев отметил, что основные вопросы обеспечения правопорядка в регионе в прошлом году решались согласованно, оперативно и качественно. Соградилось число преступлений против личности, фактов причинения вреда здоровья. Более, что мероприятие стало меньше на 19%. Значит, не было увеличено количество пресеченных противоправных действий в сфере экономики. Помимо этого, глава региона особо отметил, что с помощью комплекса «Безопасный город», который в настоящее время успешно развивается в Рязани, в прошлом году удалось предотвратить свыше 200 правонарушений. Губернатор Олег Ковалев обратил внимание участников совещания на то, что реализация регионального закона о защите нравственности и здоровья детей также доказывает свою эффективность. В прошлом году выявлено почти 2000 нарушений, связанных с нахождением детей в ночное время вне дома. Благодаря этому закону снизилась присутствия несовершеннолетних на улицах, где-то на 9% и в общественных местах, где-то на 15%. Такую практику нам необходимо не только продолжать, но и посмотреть, как ее усилить, как ее проводить более активно, как более активно проводить профилактическую работу. Вместе с тем, по мнению губернатора, нужно активнее проводить профилактическую работу, в которой должны быть задействованы все исполнительные органы власти, органы местного самоуправления, общественное объединение правоохранительной направленности и, конечно же, население. Действительность граждан, тесное взаимодействие общества и правоохранители, конечно, помогут, безусловно, эффективно работать и пресекать подобные преступления. Пресекать их, может быть, какой-то среди, даже большей среди, предотвращать подобные преступления. В основном они совершаются, как правило, в ночное время суток, поэтому необходимо уделить внимание проблеме и освещенности улиц, особенно в сирке местности. Также в рамках совещания участники обсудили вопросы активизации деятельности по профилактике рецидивной преступности, преступлений иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, шла речь о борьбе с нарушениями в жилищно-коммунальной сфере, в частности, такими, как неправомерное начисление платы за услуги, невыполнение должным образом своих обязанностей управляющими компаниями. На совещании рассматривались вопросы соблюдения и защиты законных прав и интересов несовершеннолетних рязанцев, в том числе детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начальник управления рязанской полиции генерал-майор Николай Пелюгин награжден медалью МВД России за безупречную службу. На прошедшей в Москве итоговой коллегии МВД России ее вручил министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев. Николай Пелюгин сглавляет региональную МВД с 2012 года. За это время, как отмечают в ведомстве, работа рязанской полиции вышла на качественно новый уровень. Запах сырости, решетов вместо крыши и плесень за обои – это не декорации, а реальные условия существования жильцов одного из рязанских домов. Они уже не впервые обращаются в редакцию нашей телекомпании. После последнего визита наших корреспондентов в этот многострадальный двухэтажный дом, как утверждают сами жильцы, сдвиги произошли, но небольшие. Подробнее о проблеме рязанцев расскажет Роман Ворецков. В этом доме не то, что жить, находиться невозможно. Именно так отзываются жильцы дома номер 47 по улице Энгельса. И это не преувеличение. Коридоры очень похожи на декорации для фильма ужасов. В воздухе постоянно витает запах сырости и затхлости. Два раза в год с потолка на жильцов обрушиваются потоки воды, так как крыша больше напоминает решето. По углам уже через пятый или десятый слой обоев виднеется плесень. На все жалобы жильцов местная жилищно-эксплуатационная контора из года в год отвечает лишь одно. Говорят, что жить можно. Каждой почти весну делаю ремонт, все крашу, обои подклеиваю. Жить невозможно практически. Тем более ребенок у меня в школу ходит. Он сейчас вот с кашлем ходит, кашляет, потому что невозможно здесь. В доме проживают три многодетные семьи. Но точнее будет сказать, что в этом доме они выживают. Санузлы больше похожи на пещеры. В каждом углу есть черное пятно плесени. Под раковинами стоят ведра. В доме все чаще и чаще появляются трещины. В некоторых местах, как говорят жильцы, уже выпадали куски стен. Каждый подъем на второй этаж может закончиться трагически. Деревянная лестница осыпается на глазах. Также каждый год весной в доме появляется озеро. Подвал затапливает по самый вход. Неудивительно, что у многих квартирантов начались проблемы со здоровьем. Жить, конечно, здесь, как говорится, хотелось, но не получается по возможности. Потому что плесень, грибок везде, нет ни теплой воды, нет ни душевых кабинок, ничего. Нет, жить невозможно. И в связи с этим совсем я получила легочное заболевание. Бесчисленные жалобы жильцов в различные инстанции успехом не увенчались. В ответ они получали лишь молчание или же многочисленные обещания. Проживающие живут в постоянном страхе и напряжении, ведь дом номер 47 по улице Энгельса в любой момент может попросту рухнуть. Рязанские полицейские задержали молодого местного злоумышленника, который подозревается в хранении крупной партии синтетических наркотиков. По оперативной информации он планировал расфасовывать вещество на мелкие партии для сбыта. В полицию поступила информация, что 26-летний житель Шиловского района, последнее время проживающий в Рязани, причастен к незаконному обороту наркотических веществ. Рязанские оперативники уголовного розыска подготовили специальную операцию, в ходе которой задержали злоумышленника с поличным. В гаражном кооперативе на окраине Рязани 26-летний житель Шиловского района забрал из импровизированного тайника объемный сверток с веществом бурого цвета. Экспертиза установила, что в самодельной упаковке хранилось более 315 граммов наркотического вещества синтетического происхождения. По предварительной информации злоумышленник приобрел наркотическое средство, в качестве связи использовал глобальную компьютерную сеть интернет и планировал расфасовать и сбыть наркотики небольшими партиями. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 25 лет назад, 17 марта 1991 года, почти 78% советских граждан на референдуме высказались за сохранение Советского Союза. Почти две трети россиян и сегодня проголосовали бы также в случае проведения референдума на эту тему. Такой опрос провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. А Роман Дворецков узнавал мнение рязанцев. Скажите, пожалуйста, вы помните, как распался и когда Советский Союз? Когда? Ну, когда? 90-е? В 91-м? В 91-м. В 91-м году. В 91-м. В 91-м году. Вы помните момент, когда Советский Союз траспался? Нет. Не помните? А вам как вот жилось лучше? При Советском Союзе или в нынешнее время? Ребят, да хрен, я знаю, когда. Сейчас вроде все есть. А тогда что? Тогда полегче было. Сейчас с работой тяжело, сами знаете. Кризис, все. Тогда полегче было? Нет, там лучше было. Я в Советском Союзе жила. А почему? А потому что там везде я ездила и в санаторий, и в дома отдыха, и все, 7 рублей отдаешь, и все. А сейчас никуда, в дом сижу. Подстраиваемся, в общем-то, и тогда, ну, я тогда маленькая была. Понятно. А сейчас подстраиваемся под жизнь. А хотели бы попасть вообще? Хотели. Хотя бы на денек, а почему? Посмотреть тоже не раньше. Да, всегда хорошо. Всегда хорошо. Может быть, чем-то лучше было тогда? Да нет, особенного ничего нет. Ничего нет? Нет. Ну, может, какие-нибудь исключительные моменты, чего и вот сейчас нет, допустим, что было тогда? Да нет, все так же. Лыжник из Рязанской области стал двукратным чемпионом мира по палеотлону. В последнем виде соревнований из силовой гимнастики он потянулся на перекладине за 4 минуты 64 раза. Подробнее Наталья Новикова. В городе Сасово прошел зимний чемпионат мира по палеотлону. Три дня на спортивных площадках города за награды в зимнем троеборе сражались палеотлонисты из 15 государств мира. В соревнованиях участвовали представители России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовии, Украины, Таджикистана, Туркмении, Турции, Шри-Ланки, Судана, Конго, Кении. Скептики недоумевают. Чемпионат мира и в Сасове. В Международном союзе палеотлона скептические сомнения быстро развеяли. Для Рязани это действительно в области палеотлона историческое событие, потому что в 2004 году Рязань принимала чемпионат мира по летнему палеотлону, сама столица, а для такого районного города, как Сасово, это достаточно серьезное событие. В городе Сасово сейчас сконцентрированы спортивные сооружения высокого уровня, которые включены в всероссийский реестр. Поэтому это и позволило провести соревнования чемпионат мира. Искренне порадовало присутствие многочисленных зрителей на трибунах. Пришли и школьники, и ветераны, и городская общественность. Масштаб соревнований подчеркивала не только иностранная речь спортсменов. Таблички с названиями государств участников чемпионата, но и синхронный перевод выступлений официальных лиц, звучавшие на английском языке. Российская команда убедительно всем доказала, что сегодня она лидер мирового палеотлона. Мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, четырехкратный чемпион России рязанец Денис Шелкопля стал двукратным чемпионом мира по зимнему палеотлону. Местная спортсменка Дарья Васькина заняла четвертое место. В нашем регионе этот вид спорта развит достаточно широко, занимается большое количество детей, есть отделение детско-юношеских спортивных школ, в городе Рязани есть отделение палеотлона. Ну и штаб-квартира, как и всероссийская и частично международная, тоже здесь находится у нас в Рязани. Зимний палеотлон включает лыжные гонки, стрельбу из пневматического оружия и силовую гимнастику. Палеотлон объединяет в себе разные испытания, а комплекс ГТО, который сейчас активно внедряется в нашей стране, тесно связан с этим видом спорта. Спортсмены, которые выбирают палеотлон, всегда будут сильными, выносливыми и меткими. Ну и, конечно, принимать соревнования такого уровня – великая честь для Рязанской области. В эти дни в Рязанском медуниверситете в четвертый раз проходит форум молодых кардиологов. Впервые это событие состоялось в 2012 году в Самаре и стало первым в своей роде не только в России, но и в Европе. На торжественном открытии форума побывала Марина Комиссарова. Более 300 специалистов, ведущих экспертов и молодых кардиологов, которые уже зарекомендовали себя как региональные лидеры и достигли определенных результатов в научной работе, собрались в стенах Рязанского государственного медицинского университета. Конференции такого уровня – большое событие в научной жизни не только города, но и страны. Медицина, как и другие умницы науки, сейчас стоит на пути доказательной медицины. И каждый год происходят какие-то новые интересные научные достижения. Мы, например, будем показывать сегодня из рентгеноперационной, как мы лечим инфаркт миокардов на сегодняшний день. Это возможность предотвратить его даже. Об этом мы 10 лет назад и не могли мечтать. Есть такой даже термин – приорванный инфаркт миокарда. Вот до чего дошла медицина на сегодняшнем этапе. Это только один из маленьких примеров того, что делает даже в Рязани современная кардиология. Присутствие на торжественном открытии министра здравоохранения Андрея Прилуцкого и заместителя председателя правительства Рязанской области Елены Буняшиной только подтвердила значимость форума. Не случайно он внесен в план наиболее значимых мероприятий, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации. Одна из первых причин в ряде смертей – это причина сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому сегодня на целенность и задачи правительства Российской Федерации, правительства Рязанской области, на то, чтобы мы максимум усилий приложили и все возможные организационные, материальные, материальные сегодня есть, кадровые, то есть качество сегодня проведения, лечения и выявления стоит на первом месте. Проведение настолько масштабного мероприятия в Рязанском регионе не случайно. В области существует сильная кардиологическая школа. Это подразумевает под собой и особенное внимание при подготовке молодых кардиологов в медицинском университете и направленность на постоянное развитие уже действующих, практикующих специалистов. Российская отечественная медицинская школа всегда именно славилась тем, что мы и нас учили так лечить не болезнь, а больного и подходить именно к каждому пациенту индивидуально. И когда мы лечим именно патологию сердечно-сосудистую, патологию кардиологическую, мы прежде всего, наверное, должны понимать, что есть и сопутствующие заболевания, обратить внимание на них, на течение этих заболеваний в рамках лечения основной патологии. Пусть это будет даже инфаркт миокарда, как поведут себя другие патологии, другие нозологии, которые есть у этого пациента. Поэтому нужен комплексный взгляд. Врач учится всегда, а кардиология, кстати, одна из самых динамично развивающих специальностей, где появляется много лекарственных препаратов, много методов, много новых методик, алгоритмов. Это очень важно. Научная программа форума практически целиком состоит из мастер-классов по фундаментальным теоретическим направлениям и наиболее актуальным клиническим вопросам. Делиться друг с другом опытом будут талантливые молодые специалисты. Мы представим отчет о работе Рязанского регионального отделения молодых кардиологов российского кардиологического общества. Также у меня будут два мастер-класса, которые будут посвящены лечению острого коронарного синдрома. Это как раз то состояние, которое требует неотложной, быстрой реакции врача для того, чтобы правильно оказать помощь пациенту. И еще лечение нарушения ритма, которое, на мой взгляд, является достаточно сложным и очень многие не очень хорошо в этом разбираются. Интерактивный формат мероприятия предполагает активное участие аудитории в обсуждении вопросов и решении клинических задач. И, конечно, в рамках форума особое внимание уделят обсуждению вопросов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами. До завтра. Хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин